Здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала. Пришло время подкармливать замякулькас. Давно я его уже не подкармливала, потому что он у меня растет как на дрожжах. Прям веточки лезут чуть ли не каждый день. Но нужно иногда подкармливать и поэтому сегодня я буду использовать одно средство. Народное средство, которое применяли еще наши бабушки. У них цветы были пышные, красивые, коренастые. Вот такие вот стволики и листики ярко-изумрудного цвета. Использую данную подкармливать именно для замякулькаса примерно один раз в полгода не чаще. Потому что применяю и другие народные подкармливать для увеличения клубни, а также корневой системы. И вследствие будут уже яркие новые листики у замякулькаса. Многие задают вопросы, не будут ли мошки от органики. Нет, не будет, откуда они заведутся. Если, например, у вас их дома нет. Конечно, если они у вас есть, первым делом, что нужно сделать, это избавиться от различных мошек и вредителей. И простые подкормки, народные методы, будь то банан, луковая шелуха и подобные, они тоже притягивают мошек. Но если они у вас уже есть. У меня мошек нет, поэтому я смело применяю все те средства, которые я вам показываю на канале, а также показываю свой цветок в развитии, в динамике. Данному цветку ровно год, даже чуть больше. И вот он нарастил больше 20 листьев. Было несколько пересадок и очень огромное количество подкормок. Итак, приступим. Использовать буду использованные после чая чайные пакетики. Почему именно их нужно заварить? Потому что с них должна уйти некая крепость, которая придает такую терпкость. И именно для корневой эта терпкость не очень полезна. Я вот видите, заварила в заварнике несколько чайных пакетиков. У меня черный чай. Также можно использовать и зеленый чай. Чайные пакетики содержат танин и другие питательные вещества, которые служат естественным удобрением для почвы. Если у вас почва истощается, а также выводятся из нее различные микроэлементы, это все, конечно, с поливом. Если вы долго не пересаживаете, то пора подкормить ваш замиокулькас. Сам пакетик я не применяю, хотя многие закапывают именно с пакетиком, потому что он изготавливается из волокон стебля растения абака, который как раз является разновидностью бананового дерева. Но я в данном случае не знаю, из чего мой пакетик сделал, поэтому я его использовать не буду. Сама кашица от чайного пакетика легко растворяется в земле и обеспечивает здоровую питательную среду для всех цветов без исключения. Можно использовать не только для замиокулькаса, но также и для финиковой пальмы и фикусов и других растений. Огромный плюс такого удобрения является то, что оно обладает пларангированным действием, поэтому почва будет очень долго насыщаться полезными питательными веществами, а также она будет насыщаться азотом, что содержится именно в чае. В пакетиках чая содержатся некие вещества, которые могут отпугивать различных вредителей. Это в основном содержится в черном чае, в зеленом таких веществ практически нет. Чай можно не только прикапывать в комнатные растения, но и поливать. Я беру стакан, он 250-300 мл максимум, наливаю в него воду, желательно отстойную, комнатной температуры. И буду добавлять чай. Таким чаем поливала еще моя бабушка, все комнатные растения, так сказать, сливала то, что оставалось в кружке. Даже чай с сахаром тоже применяла, но я не буду применять сахар, потому что сахар для замиокулькаса не очень полезен. Я уже проверяла на нем, поэтому сахара я не использую. И просто берем поливаю. Раствор должен быть получиться не такой насыщенный, как черный чай, а что-то светло-коричневое. Одного стакана на большой горшок у меня 6 литров будет достаточно. Такую подкормку можно проводить хотя бы один раз в полгода, не чаще. Так как потому что мы применяем и другие подкормки, другие удобрения, поэтому все делайте в меру, не переусердствуйте. У меня также есть видео на канале про другие подкормки, народные методы, а также аптечные средства для замиокулькаса, которые я использовала в течение года. Все эти подкормки я вам уже показывала, если кому интересно, заходите на канал, смотрите, выбирайте ту подкормку, которая нужна именно для вашего цветка. Если слабая корневая, значит для корневой. Если у вас мало листиков, естественно выбираем более азотные удобрения и подкарливаем уже замиокулькас для наращивания листовой массы. А на сегодня это все, всем спасибо и до свидания.